Если честно, я бы сформулировала бы вот так вот, название своего презентации. То есть, каков вопрос, таков ответ. Потому что, к сожалению, мы не можем читать мысли, или к счастью. И когда нет запроса конкретного, то иногда мы делаем так, как считаем нужным, а это может быть клинически нерелевантно. И я буду вам рассказывать истории, на самом деле, сегодня. И это первая история про макро. Пациент молодой, ему выполнили заброшенную лимфоденоктомию, объем операции заброшенной лимфоденоктомии. У него герминогенная опухоль. Вот, собственно, вы видите место взятия материала заброшенной лимфатической узлы. Вы же хирурги, вы видите, что на микрофотографии, на макрофотографии? Что это за орган? Давайте оживим аудиторию. Это почка. Понятное дело, что патологи все-таки тоже не зря хлеб едят. Они почку-то нашли в забрюшенной клетчатке. К сожалению, ситуация не всегда заканчивается таким благоприятным образом. Потому что если вы прислали нам какой-то кусочек брюшины, жировой подвесок, какую-то пимпочку с капсулой печени, я не знаю, если вы до туда добираетесь, и забыли ее промаркировать, и забыли обозначить свой интерес в отношении этого конкретного фрагмента, то мы, к сожалению, так как с почкой не сможем вам помочь. То есть почку мы нашли. Мы знаем, что герминогены опухоли, конечно, способны на многое, но формировать столь дифференцированную, хорошо сформированную паренхему почки – это все-таки для них, наверное, чересчур. Поэтому вот как вы формулируете запрос, как вы формулируете направление, как вы маркируете те фрагменты и участки, которые вас интересуют, такие вы получаете из заключения, такие вы получаете ответы. Ну, пойдем дальше. Микро. Здесь, если честно, мне казалось, что надо бы провести анонимный опрос, чтобы спросить, какая доля клиницистов реально читает микроописание в морфологических заключениях. Я вас прошу прочитать это микроописание и для себя хотя бы, можно даже не говорить вслух, для себя сложить какое-то впечатление и подумать, что бы вы с этим делали. Зачем оно вам? Какие у вас от этого ощущения? Есть ли у вас какие-то вопросы? Вот у меня с последним словом только вопрос. Что это? Прекрасно. Хотя бы один вопрос сформулировал. Империополез – это такое явление, когда происходит миграция элементов клеточных крови, лейкоцитов, например, или лимфоцитов, в цитоплазму клеток другого рода. Это не фагоцитоз, что характерно для макрофагов, которые могут поглощать клетки целиком. Ну, это механизм не до конца язи, но это трансцитоплазматическая миграция клеток крови. Чаще бывает в эпителиальных клетках, но это не точно. А это только посмертно происходит? Это прижизненный биоптат. В смысле, это может и у живого человека? Да, это у любого человека. Чаще это все-таки в опухолях происходит. То есть должна быть довольно большая цитоплазма, чтобы в нее помещались еще другие клетки другого рода. Ну, то есть вот такие вот штуки встречаются. К чему я это говорю? Потому что, во-первых, у любого пункта заключения должна быть функция. И функция микроописания в том, чтобы продемонстрировать, что патолог видит. И пишем мы микроописание по большому счету не для вас, не для клиницистов, а друг для друга. Для того, чтобы коллеги, которые будут пересматривать нас или читать наши заключения, понимали, что мы видим и на что мы обращали внимание. И по-хорошему, микроописание должно отражать те параметры или те пункты, которые легли в основу заключения, в основу диагноза. Но, к сожалению, у нас есть, в общем, традиции, и традиции иногда довольно жесткие, писать микроописание всегда и везде. Оно не нужно всегда и везде. Оно, наоборот, создает путаницу, возникают вопросы к некоторым словам, которые непонятны вам, которые непонятны пациентам. И эти вопросы, пожалуй, не нужны. Я, собственно, за то, чтобы было какое-то здравомыслие. И одним из таких элементов, в том числе ухода от вот этого недопонимания, которое связано с использованием богатства русского языка, является формализованный репорт. У формализованного репорта, бесспорно, есть масса преимуществ. Он структурирует заключения, он позволяет уйти от использования каких-то фразеологизмов или терминов, которые могут иметь двойную трактовку. Но при этом формализованные репорты могут быть по-разному устроены, есть разные варианты. Лариса Вячеславовна говорила о примере колледжа американских патологов. Это очень подробный репорт. На самом деле он довольно избыточен. Хотя каждый из пунктов, которые в нем отражены, фактически представляет из себя выпадающий список, из которого ты можешь выбрать ограниченное количество вариантов для каждого из параметров. Но он трудозатратен. И он избыточен, потому что все эти параметры на самом деле на сегодняшний день в реальной клинической практике в большинстве случаев не используются. Есть протоколы попроще, по типу ICCR. Это протоколы, которые более широко употребимы, потому что КАП по большому счету это удел академических центров, у которых есть возможность так подробно заниматься и исследованиями, и описанием. Более практичные являются более простые протоколы. Но тем не менее, в любом случае, если мы уходим в формализованный репорт, у нас исключается или снижается возможность отразить какие-то нестандартные изменения, которые не укладываются в рамки репорта. По большому счету, единственный вариант их отразить – это поле комментарии. Ну вот мы с вами поговорили про микроописание, и теперь вопрос, как часто мы читаем комментарии к заключениям, которые пишут морфологи. А мы их пишем время от времени, кстати, между прочим. Вот. Это подводные камни, которые имеются. Пожалуй, это информация к размышлению в большей степени. Но пойдем дальше. Пойдем к заключению. Это другая история. Очень мне нравится она. С одной стороны, хотя она довольно грустная. Это ведь молодая женщина, ей 23 года. На момент обращения у нее клиника лучевые данные были новообразование левой почки с метастазами в лимфоузлах заброшенного пространства, в большом сальнике, в печени, асцит. Ей была выполнена трепан-биопсия образования левой почки. Вот, собственно, заключение, которое я дала. Это мой крест, правда. После этого был консилиум, и коллеги сказали, что у нас нет диагноза. Мне было грустно, потому что вроде бы как бы нефробластома это диагноз. Но я понимаю, почему такая ситуация случилась. Потому что нефробластома это опухоль детского возраста, это эмбриональная опухоль. Она, как правило, встречается у детей до 10 лет жизни. И для них это самая частая опухоль почки. Да, это частая опухоль для вот этой возрастной категории. Но они встречаются у лиц более старшего возраста. Более того, я могу сказать, что при том, что у нас не селектированная выборка, мы посмотрели нашу базу данных, за 7 лет у нас 10 случаев опухоли Вильмса у лиц, вышедших из педиатрического возраста. Причем это в том числе и взрослые, не молодые взрослые, а взрослые среднего возраста. По литературным данным до 56 лет описываются случаи обнаружения опухоли Вильмса, первичной в опухоли почек. К чему, собственно, эта история? Потому что классификация – это краеугольный камень взаимодействия друг с другом. Он позволяет нам, собственно, понимать то, что мы пишем, то, что мы говорим друг для друга. Поэтому, безусловно, существуют редкие опухоли частых локализаций и частые опухоли редких локализаций. И те, и другие будут редкими. В вашей практике, в нашей практике они могут быть в новинку и для патологов, и для клиницистов. И если вы сталкиваетесь с тем, что вам не знакомо, это не значит, что этого не существует. Это значит, что нам просто необходимо каким-то образом ликвидировать пробелы в знаниях. Потому что, действительно, даже детские патологи могут за всю свою жизнь не столкнуться с опухолью Вильмса. Потому что заболеваемость – это порядка 150-200 случаев новых в год на нашу страну. То есть на нашу огромную страну 200 случаев опухоли Вильмса патолог может за свою жизнь не увидеть ее никогда. И, с одной стороны, это приводит к тому, что я думаю, что у нас существует гиподиагностика опухоли Вильмса во взрослой популяции. Потому что взрослые патологи их действительно не видят, не знают, не узнают. Особенно если речь идет о ограниченном объеме материала. А, как правило, у взрослых это именно презентация диссеминированного образования с вторичным поражением отдаленных органов. Называют их какими-то другими нозологиями. И, к сожалению, это более агрессивно текущее, чем у детей, у взрослых новообразования, которое хуже имеет показатели выживаемости. Но, тем не менее, каждый из нас имеет ограничение знаний, потому что мы не совсем сталкиваемся. И мы можем их ликвидировать, используя все еще доступные, может быть, сейчас не так легко доступные, но доступные источники информации, которым является в том числе классификация ВОЗ, которая регулярно пересматривается. Я не являюсь амбассадором ВОЗ, но я всегда всем клиницистам говорю о том, что это руководство не для патологов. Это руководство для всех, кто занимается диагностикой или лечением пациентов с опухолевыми новообразованиями, потому что эти книги отражают современный уровень представлений о опухолевой патологии в той или иной локализации. И если вы занимаетесь локализацией какой-то одной, вам нужна одна книга для того, чтобы быть эрудированным в этом вопросе. Что же касается этой барышни, в силу того, что заключение консилиума было того, что у нас нет диагноза, ей через 4 месяца, вы видите, повторили биопсию, несмотря на то, что она получила терапию, которая соответствует диагнозу, которого не было. Вот, видите, даже был достигнут частичный регресс, что является одним из косвенных признаков того, что, наверное, диагноз, которого не было, все-таки был. И был, наверное, все-таки в какой-то степени верен. И тем не менее, в биоптате мы увидели те же самые изменения, которые не позволили поставить другого диагноза, кроме как опухоль Вильмса. Что же нам помогает и мешает и нам, и вам? Это дополнительные методы исследования в морфологии, одним из основных которых является иммуногистохимия. И здесь мы, опять же, будем с вами сталкиваться с тем, как интерпретировать заключение. Уже говорили о том, что это может быть непросто. И с точки зрения ЭГХ такая же история. Потому что что такое позитивная реакция? Вот у вас пример на микрофотографии. Это маркер ВТ1, собственно, Вильмс-Юмор-1. Этот белок был описан как раз-таки в опухоли Вильмса. Встречается он далеко за ее пределами. Но описан был в бластеме. Опухоль Вильмса, чтобы вот так, для справки, многокомпонентное новообразование, которое имеет три составляющие. Это бластема, недифференцированный компонент. Это эпителиальный компонент и мизенхимальный компонент. То есть это бластема, которая недифференцированно, дивергентно дифференцируется в мизенхиму или в эпителий. И Вильмс-Юмор-1 экспрессируется в ядрах бластемы, не экспрессируется в эпителиальном. И вы видите, вот здесь есть часть клеток ни на что не похожих. В клетках, которые идут в сторону мизенхимального компонента, не экспрессируются. Но проблема в том, что в многих неопухолевых структурах или в опухолях другой природы, за пределами диагностического поиска этот белок может экспрессироваться в цитоплазме. То есть формально у нас будет окраска. Окраска будет в цитоплазме. Но диагностически тест будет негативен, потому что нам нужно, чтобы окрашены были ядра. А что вы будете иметь в репорте? А в репорте вы, к сожалению, можете иметь интерпретацию разную. Потому что, опять же, иммуногистохимия – это очень многообразные маркеры. Опыт работы с ними у патологов тоже разный. Опыт работы с иммуногистохимией как с методом разный. Стандартов репортинга нету на сегодняшний день. Поэтому, к сожалению, интерпретация ИГХ-маркеров может быть тоже очень разнообразной. Более того, большинство тестов не имеет качественную реакцию. То есть у нас нет плюс и минус. То есть все или ничего. Может иметь значение еще и распространение или степень диффузности окраски. И в зависимости от этого она будет интерпретирована с точки зрения диагноза, а не с точки зрения картинки, как позитивная или негативная. В этом отношении, конечно, и нам как сообществу нужно работать над тем, чтобы это была более прозрачная история. И вам нужно понимать, что вы читаете, и задавать вопросы. И вот еще одна история тоже про иммуногистохимию и вообще такую комплексную диагностику о том, как мы можем с вами взаимодействовать, как мы понимаем друг друга. Трепанобиоптат образования легкого. Все, что знает патолог, то, что у человека есть образование легкого. Все, остальная информация отсутствует. Собственно, заключение сформулировано как метастаз в легкой саркоматоидной карциномы наиболее вероятно почечного клеточного рака. Топ-3 вопросов при подобном заключении. В 99% случаев, когда я пишу саркоматоидная карцинома в заключениях, я сталкиваюсь с вопросом, а это рак или саркома. Я попрошу вас, опять же, внутри для себя каждого попытаться ответить на этот вопрос, исходя из того, что написано в заключении. Но правильный ответ – это рак. Правильный ответ – это рак. То есть это карцинома. Это опухоль, которая изначально с точки зрения гистогенеза по своей природе является эпителиальной, но она подверглась додифференцировке до такой степени, что имеет выраженный эпителиальный-мезонхимальный переход и морфологически презентацию, схожую с саркомами. Но, тем не менее, у нас все еще есть индикаторы, которые позволяют говорить о том, что это рак. Поэтому мы говорим, что это карцинома, ее определитель саркоматоидная. Следующий вопрос. Так это почечноклеточный рак или нет? Почему не точно? Почему мы не точно можем сказать, что это почечноклеточный рак? Собственно, предположение в этом конкретном случае основано на том, что это опухоль с эпителиальной дифференцировкой по данным экспрессии эпителиального маркера мультицитокератин и имеет экспрессию транскрипционного фактора ПАКС-8. ПАКС-8 характерен для эпителия почек и опухолей, которые из него развиваются. Но, к сожалению, этот маркер также позитивен при всех производных из эпителиев мюллерового типа, а это весь женский половой тракт. Допустим, это был мужчина, это в какой-то степени позволяет нам исключить эту группу патологий, хотя у мужчин тоже бывают опухоли мюллерового типа. Это эпителия тимуса, щитовидная железа и несколько реже эпителиальные опухоли других локализаций. На сегодняшний день иммуногистохимия, переживая такую трансформацию, мы уходим от мембранноцитоплазматических маркеров к ядерным, к транскрипционным факторам. У них есть большое преимущество, они гораздо проще читаются с точки зрения интерпретации картинки, но это контекст-зависимая диагностика, то есть клиническое диагностическое значение окраски может быть оценено только в контексте морфологических данных. То есть если это светлоклеточная опухоль, ПАКС-8 позитивная, тогда мы можем говорить о том, что это либо почноклеточный рак, либо светлоклеточная карцинома, допустим, яичников, если это женщина. То есть тогда мы можем существенно сузить, но все равно мы не можем быть категоричны. В данной конкретной ситуации, конечно, точки над И расставляются при помощи клиникоинструментальных данных. То есть если мы будем знать, что у пациента есть забрюшинное образование или образование почки, множественные очаги в легких, тогда мы можем говорить о том, что это с вероятностью более 95% почноклеточный рак. То есть практически 100% это почноклеточный рак. В остальных ситуациях мы должны иметь в виду, что это широкий спектр новообразований. Кто будет назначать ИГХ? Этот вопрос тоже возникает нередко. Безусловно, если речь идет о предикторах, о оценке каких-то параметров, которые определяют тактику или выбор терапии, то здесь у вас карт-бланш. Мы готовы вам помогать, но есть ограничения. То есть, к сожалению, мы не все можем. Что же касается диагностической иммуногистохимии? И, пожалуйста, каждый должен заниматься своим делом. Спасибо. Мы не умеем читать мысли, но мы готовы взаимодействовать с вами для того, чтобы лучше понимать друг друга. Спасибо. Можно вопрос-то задам, который я уже 20 минут. Жду, не дождусь. Я хотел такой вопрос задать, очень приземленный. Максим Петрович сказал, что мы делаем тур N-блок, и вот эту опухоль в N-блоке отправляем вам, и смотрите, вы мышечный слой не всегда его видите. А если тур не N-блок, и хирург сделал турбиопсию мышечного слоя отдельно, отдельно. Для вас, для патологов, и понятно, что это горячая петля, там возникает коагуляционный некроз этого мышечного слоя. Вот турбиопсия отдельно мышечного слоя петлей. Насколько для вас это информативно, и какой толщины надо его брать, чтобы этот коагуляционный некроз вам не мешал видеть поражение мышечного слоя? Тут я боюсь, что мы должны столкнуться с тем, какова энергия электропетли и так далее, то есть какова глубина некроза. Это, к сожалению, по практике мы видим разную по глубине, разную по глубине коагуляционные изменения. То есть, вероятно, это связано с какими-то техническими характеристиками, я уж не берусь. Помимо того, что это связано с руками, то есть это оператор-зависимая история. То есть я не могу вам сказать четкие параметры, что там должно быть 3 мм мышечного слоя и не меньше. То есть это зависит от ряда факторов, но в большинстве случаев мы можем идентифицировать этот образец как мышечный слой и оценить наличие либо отсутствие поражения в существующей практике. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Я, вы знаете, ну, учитывая, что нам надо двигаться дальше, первое, конечно, это то, чтобы у вас быстрее зажила рука, а второе, это, наверное, вы знаете, в целом вообще ситуация с патоморфологами, я преклоняюсь перед вами, потому что для меня каждая новая вот такая картинка, это как пройти тест, если я неправильно помню, Роршаха, это то, что... Роршаха, да. Да, да, да. Это то, что, собственно говоря, психологи все время тестируют. Я каждый раз, когда смотрю на эту картинку, мне кажется, что меня кто-то тестирует. И я всегда говорю, мне, пожалуйста, только заключение. Я не хочу видеть картинку. Цифра 6, вижу там цифру 6, да? Да, 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 что-то типа этого. Поэтому большое вам спасибо. На самом деле, действительно, очень интересно и познавательно, особенно вот те примеры микроописания, которые вы представили. Я, честно, всегда читаю. Я читаю макроописание, я читаю микроописание. Я иногда куда-то, меня уводит это микроописание, и я сразу стараюсь перейти уже к заключению, чтобы все-таки не потерять нить событий. Но в целом, в общем-то, я понимаю, для чего вы это делаете. И если так резюмировать коротко или ясно, то я так понимаю, что и вы, и Лариса Вячеславовна, вы все-таки больше за ясность, нежели за какой-то короткий такой ответ, который не всегда, наверное, принесет нам полную картину. Да, мы, в общем, хотим сделать для вас максимум, но так, чтобы вы поняли то, что мы написали. Потому что иначе это бессмысленная трата времени. Спасибо. Спасибо большое. Мы вас отпустим. Лариса Вячеславовна, у нас тут поступил вопрос онлайн. Можно подойти, пожалуйста, к микрофону? Пока буду зачитывать вопрос. Не могли бы вы уточнить ваше отношение к бинарному стандированию инвазивного уротелиального рака? Ведь известно и подтвержден в оригинальных исследованиях различный прогноз, например, для High Grade G2 и High Grade G3. Это спорная тема достаточная. И я думаю, что она будет иметь свое продолжение. Но, в принципе, даже если мы обратимся к тому же самому ВОЗу, то в разных его участках, в разных его частях прописано, что применимо и возможно использовать стадирование трехградийное, трехступенчатое. То есть, несмотря на то, что рекомендована двухступенчатая градация High Grade, Low Grade, допустимо использование критериев 73-го года в том случае, если для клинициста, в том случае, если в данном конкретной организации это имеет большее благо для пациента. Поэтому это очень спорный вопрос. И мне кажется, что здесь интереснее будет провести не только дифференцировку High Grade G2, High Grade G3, но и эту отбивку пограничного состояния для High Grade и Low Grade в виде 5%, которые сейчас существуют. Потому что по ряду исследований это пороговое значение может быть как 10%, может быть так и 25%. То есть, в данном случае нужно просто больше накопить данных для того, чтобы более четко определиться с тактикой и с вариантами градирования этих опухолей и с их прогностической значимостью. Мария Владимировна, а вам как удобнее? High Grade, Low Grade или G1, G2, G3? Ну вот как-то в последнее время я только вот High Grade мне более понятно, Low Grade это мне тоже понятно. А вот там, где G2 уже прописывается... Уже думаешь, он G2 Low или G2 Low? Хотя в клинике принято градирование и по той системе, и по той системе в том заключении, которое мы получаем. Но тактику, плюс ко всему определение прогностической группы неинвазивного ротелиального рака, я в основном использую High Grade и, соответственно, другая степень риска выставляется. Вот, как-то так. Понятно. Одной системе 50 лет, другой 20. Надо что-то новое. Спасибо вам большое. Спасибо. Двигаемся дальше.